всем привет добро пожаловать на канал сегодня мы разберем такую проблему как чувствительность данного контроллера DJI FPV контроллер 2 и в чем эта проблема как от нее избавиться и почему это вообще проблема суть такая многие люди жалуются на то что им неудобно управлять данным контроллером но в причине этого они не разбираются скажу на своем примере я тренировался на этом контроллере в DRL симуляторе и изначально меня все устраивало мне было прям супер комфортно но есть такой момент размер стиков данного контроллера очень маленький и когда ты переходишь в симулятор тот же DRL симулятор он по умолчанию ставит чувствительность стиков на минимальные и ты пока этого не знаешь ты начинаешь обучаться и тебя начинает все устраивать перейдем к компьютеру покажу на симуляторе мы запускаем симулятор здесь я переведу в полеты freestyle и выберу любую комьюнити карту более открытую как мы видим у меня стоит про мод и стабилизация дрона будет полностью отключена для примера дрон возьму четверку перейдя в настройки выбираем physics дэшборд и здесь справа сверху есть кнопочка рейды как мы видим rc rates стоят на low это чувствительность стиков попробуем как они работают я буду двигать правый стик максимально вправо максимально влево допустим попробуем сделать roll с данной чувствительностью стиков так взлетаем пробуем влево это на максимум вот такой поворот на максимум такая скорость поворота roll вперед тоже медленный назад тоже медленным если вам нужно быстро реагировать все достаточно медленно теперь же перейдем попробуем поставить настройки на средние попробуем как работает уже здесь видим что он поворачивается быстрее пробуем вот данная настройка rc на средние дает нам чувствительность на данном контроллере примерно такую же как имеют диджай авата в реальной жизни то есть скорость поворота влево вправо роллы все такое гораздо лучше гораздо быстрее и приятнее но вот уже на этом этапе когда настройки стоят на средних работа с этим контроллером становится больше как какая-то микрохирургия движение стиков влево вправо хоть немного уже достаточно сильно влияет на дрон а это еще не чувствительность профессиональных приставил дронов давайте же попробуем брейд и поставить на высокие вот сейчас на они настолько быстрее что я не успеваю понимать в какой позиции я нахожусь как мы видим все ускорилось 3-4 раза мы за то время когда делали один оборот на минимальных значениях сейчас мы успеваем сделать 4-5 оборотов на максимальных и так как диджай сейчас выпустила новый air unit o3 модуль этот контроллер подключается к любым практически дронам которые с этим модулем выпускаются без всяких проблем то есть не нужно покупать дополнительных ресиверов и передатчиков что может вам сэкономить от 40 до 60 баксов поэтому не стоит хоронить данный контроллер только на основании того что вам что-то неудобно может просто лучше немножко разобраться в этом и в этом качестве я предлагаю рассмотреть вариант смены стиков а именно на стике побольше у меня вот такая модель которая в базовом закрытом самоположении уже на 15 процентов больше чем чем оригинальный стик но также данный стик мы можем легко раскрутить верхнюю часть подкрутить нижнюю часть зафиксировать их и увеличить размер данного стика почти в два раза вот я установил здесь справа новый слева базовый вы можете видеть насколько разница вот и суть такая проблема данного контроллера не в его чувствительности она больше в его конструкции диджай делает контроллеры уже давно и для своих дронов и они не предназначены для высоких быстрых манипуляций поэтому здесь рабочая зона именно вот вот эта вот зона круг она процентов на 30 меньше чем на профессиональных fpv радио в качестве примера я приведу здесь картинки чтобы увидели разницу и за счет этого входа рабочей зоны на этих контроллерах меньше поэтому и чувствительность увеличивается но с помощью такого стика можете ход этой зоны значительно увеличить и тем самым почти не будет никакой разницы между этим контроллером и каким-то контроллером покруче в качестве примера я поставил эти стики и попробовал полетать с этим же контроллерах на максимальных значениях чувствительности рейта и тем самым мне не проще не просто проще стало управлять дроном а я даже начал делать трюки которые до этого не мог трюки типа slow motion slow motion в лупах либо в роллах это когда ты быстро начинаешь ролл и в конце его немножко замедляешь этот момент когда ты заходишь в ролл быстро а выходишь с него медленно таким таким способом создается эффект slow motion также с помощью этих стиков мне стало гораздо проще контролировать свой ролл я могу его делать как мгновенно быстро также медленно и также со средней скоростью менять скорость в процессе и при этом мне стало гораздо комфортнее летать на максимальных значениях чувствительности чем я раньше летал на минимальных а на этом все больше полезной информации у меня на канале подписывайтесь ставьте лайки всем пока а а а а Продолжение следует...